Теперь о ситуации, которая сложилась на одной из рек в Брянской области. Вода почернела, на поверхности пятна, повсюду мёртвая рыба. Жители говорят о настоящей экологической катастрофе и винят во всём заводские сбросы. Прокуратура начала проверку. Репортаж Руслан Бекбалатова. Городской пляж опустел. Вода в реке Сев в прямом смысле стала мёртвой. Некогда живописное место теперь представляет собой жуткое зрелище. Отвратительный запах распространяется на десятки километров вокруг. Страдают жители сразу нескольких населённых пунктов. Сейчас стоит очень аномальная жара. У меня внуки дома. И просто дышать, открыть окно невозможно. Счёт погибшей рыбы идёт на тысячи. Не выжили даже птицы. Километры берега усеяны трупами представителей речной фауны. Отравлена и земля вокруг. Меня больше беспокоят последствия. То, что мы видим на воде, дохлая рыба, никто её не убирает. Почему? Всё это не утилизируется. Место, где ещё неделю назад ловили рыбу и отдыхали на пикниках, теперь приходится обходить стороной. Видео не передаёт запах. Но цвет. Здесь купались дети. В интернете десятки видеороликов и фотографий. Люди жалуются во всевозможные инстанции. Областная прокуратура объявила о проверке, результаты которой пока неизвестны. Таким образом, официально не установлены причины бедствия и размер ущерба. А главное, не ясно, кому за всё это отвечать. Прокуратурой области с привлечением специалистов контролирующих органов проводится проверка по факту гибели рыбы в реке Сев Севского района. В ходе проверки управлением Росприроднадзора по Брянской области организовано исследование проб воды, отобранных из водного объекта. Местные жители и экологи сходятся во мнении. Всё живое в реке уничтожили сбросы в воду отходов производства местного масла-сыр завода. По некоторым данным, предприятие работает без очистных сооружений. Вместо них огромные поля фильтрации, расположенные как раз рядом с рекой Сев. Поля фильтрации представляют собой обычные канавы, достаточно широкие, глубокие, которые наполнены производственными стоками. Стоять рядом с ними, находиться вблизи невозможно. Когда произошел данный сброс, то люди, жители города Севского утверждают, что невыносимая вонь ощущалась даже в центре города. Как предполагают эксперты, недавние обильные дожди могли размыть дамбы. Отравленная вода из канав попала прямо в реку. Впрочем, руководство завода ситуацию пока предпочитает не комментировать. Добрый день, вы, наверное, из завода? Нет. Ну как нет, если в халате? Охранник от завода, не поговорите с нами. Экологи боятся даже думать о возможных последствиях. Убийственную воду Сев несет своим течением в реку Неруси. А та, в свою очередь, протекает по территории заповедника Брянский лес, одного из крупнейших в Европе. Специалисты считают, пока не приняты меры по ликвидации загрязнения, уникальная флора и фауна заповедника находятся под угрозой. Руслан Бекбулатов, Ярослав Зорин, Евгений Штурмов, Первый канал, Брянская область.